В региональном правительстве состоялось последнее заседание в этом году. Одним из ключевых вопросов на повестке дня стала программа дорожных работ в Тверской области на ближайшие три года. Подробнее о планах ремонта дорог Наталья Чекет. Если сравнивать с 2016 годом, то в 2020 объемы дорожных работ увеличились в три с половиной раза. И как было сказано на заседании правительства, в Тверской области планируется и дальше наращивать объем ремонта дорог. В том числе по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Так, в ближайшие три года планируется отремонтировать две с половиной тысячи километров дорожного полотна. В частности, это участок от Веридо-Осташково, Весьегонска, Ильинского, от Осташково-Доржево, от трассы М-9 до Пена и ряд других объектов. Продолжится работа и по программе ремонта региональных дорог. Это вводные объекты, мост через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Это ряд дорог, которые являются ключевыми. Это дороги на северо-восток, на юго-запад нашей области. Это Хорда, старт строительства комплекса западного моста через реку Волга и двух мостов, связанных с Октябрьской железной дорогой. Во время заседания губернатор Игорь Рудене отметил важность среднесрочного планирования и подчеркнул, что это имеет большое значение и для муниципалитетов, и для инвесторов. В связи с этим Тверская область единственный регион Центрального федерального округа, где дорожные программы утверждаются на три года. Еще одним вопросом на рассмотрение министров стал ремонт дорог и проездов в учреждениях здравоохранения. Сейчас этот вопрос стал наиболее актуален из-за возросшего количества вызовов скорой помощи. Поэтому в трехлетнюю программу включено 72 медицинские организации. А общий объем финансирования составит 481 миллион рублей. Территории, в первую очередь, ковидных госпиталей, центральных районных больниц, которые имеют межмуниципальное значение, будут переданы на баланс дорожного фонда. И в течение года мы отремонтируем эти территории, потому что по ним ездят скорые помощи. Частота очень большая. Это в том числе и пешеходные дорожки для больных и персонала, которые находятся на территории, и формирование ограждений, замена ограждений. Кроме того, в регионе планируется установить новые комплексы фото-видеофиксации, обновить линии наружного освещения вдоль дорог и модернизировать остановки общественного транспорта в Тверской области. Продолжение следует...